вот дорогие мои хочу вам показать такой у нас здесь симпатичный парк всем привет сегодня у нас 7 октября 4 часа дня такая замечательная погода такой полуоблачный день если можно сказать я здесь нахожусь очень близко возле центра ты видела какие высокие эти желтые цветы обычно сейчас все такое низкоросло эти вот такие желтенькие этот парк у нас находится сразу за центром центр находится вот там тоже еще парк школа там сбоку парка и за парком сразу же мэрия а здесь вот следующий район вот там вот за деревьями спрятались бунгалос дома одноэтажные и здесь не разрешается строить выше а здесь вот такой замечательный парк смотрите какие деревья красивая он всегда ухожен всегда чист здесь вот как раз весной вот это вся трава укрыта первоцветами крокусами у меня есть по моему фотографии видео отсюда как это красиво все такое бело-фиолетово вот это какая интересная машина ну конечно же нужно урчать как ненормальная ну на любителя да а вот там вот начальная школа очень престижная начальная школа общественная вот она сразу же за парком мэрия находится а вот здесь я хочу показать я когда-то показывала в своем видео как быстро снесли старый дом престарелых и строили новый вот он новый он уже построен наверное год посмотрите какое красивое здание с какими окнами и хотя это очень близко к центру очень удобно мы находимся очень близко к лайдену где большая больница с другой стороны эллайтсендам тоже большая больница но вот там вот уже ферма и поля то есть вот пожилым людям особенно тем которые еще могут сами выходить а кто не может выходить их систематически вывозят на колясочках здесь очень развитое поощряется волонтерство люди приходят помогают просто так за ни за что да просто вот помочь и и вывозят систематически людей в магазины и на прогулки то есть они сидят конечно постоянно у себя в комнатках или квартирках вот посмотрите какие удобные балконы тут есть такие прям вот как квартиры небольшие а есть как комнаты здесь живут люди и которые по моему вот еще могут себя обхаживать но им больше нравится жить в таком обществе в себе подобных скажем так ой куда там мчится скорая помощь а вот тут посмотрите вот пожалуйста может быть это дочка а может быть это просто чужой человек повез а вот там вот стоит еще старое здание вот его будут по моему тоже убирать хотя оно вполне пригодно сейчас детки возвращаются со школы видите мамочки едут с детками видите здесь это нормально ой все таки скорая помощь и мчится мчится но не сюда слава богу ну пусть успеет помочь кому нужно всегда так химит сердце когда слышишь эти звуки что где-то кому-то нехорошо где-то кому-то плохо но будем надеяться что они успеют помогут и все будет хорошо я сама только что от врача и скажем так очень боялась идти к врачу и даже затянула один день потому что боялась услышать что-то такое очень нехорошее ну слава богу ну обошлось скажем так ну все равно антибиотики назначены и это тоже не шуточки на десять дней но во всяком случае это не то чего я боялась совершенно не то то есть вот еще раз доказывает что нужно думать позитивно я конечно старалась думать позитивно чего и вам всем желаю да притягивать только хорошие мысли и отгонять от себя плохие детки со школы сейчас где-то моя дочь тоже приедет со школы посмотрите видите какие здания рядом с парком вот еще с кем-то гуляют вот там еще вот видите и то есть это не не только родные приходят и родные приходят и просто вот люди а здесь вот за высокими кустами и деревьями спрятался какой-то дом честно говоря не знаю ну какие-то богатые люди хотя видно что средства уже гораздо меньше потому что вот уже ухаживают за территорией не так хорошо так что вот собственно вот это я хотела вам показать вот здесь вот красивый дуб и господи забыла как это дерево называются такие открываются коробочки как цветочек у него вот и такое большое красиво а там дубы и очень много желудей вот смотрите вы сможете увидеть вот в этом здании здесь здесь квартиры такие здесь они практически самостоятельно живут люди и у них открывается вид на поле а на поле там почти всегда овцы или коровы ну приятно конечно особенно для людей в возрасте с утра выглянув в окно увидеть такую красоту вот так это здание выглядит с этой стороны что-то только хотела сказать что это в общем-то тихий район ну что-то так часто разъездили с машины а здесь вот напротив а ну это все тот же дом вот видите это я показывала смотрите у них даже свой герб есть вот там убирает кто-то какие большие деревья камеры а может быть он на двоих хозяев может быть разделен не знаю вот смотрите поле и там как раз поезд пробегает пролетает желченький такой с синими полосками и вот как раз овцы на поле на поле в принципе деревня здесь заканчивалась видите сено заготовлено вот такие тюки стоят опять еще один поезд промчался а здесь вот уже позже строились еще достраивались дома районы смотрите не вижу там собака или кошка сидит вот смотрите как у этих людей кто на первом этаже живет только у них еще и садики видите есть широкие балконы не такие узюсенькие как у нас в России и Украине что встал на этот балкон и все даже стул не поставишь чтобы редко только делаются специально широкие балконы специально жилье для людей в возрасте чтобы они могли развернуться повернуться да а это вот тот район который тут достроен это еще с 50-х 60-х годах вот здесь недавно покосили траву какая красота и в принципе там уже заканчивается где-то высоковольтная линия заканчивается наша деревня наш городок и начинается уже земля других посмотрите одуванчики распустились и это 7-го октября вот так это выглядит здесь покажу поближе если удастся что-то прям машины разъездились разъездились а ну это сейчас такое время что все возвращаются с работы так попали тут такой орешник растет вот и вот какая красота все таки это кошка там у воды а там и проходит железная дорога вдоль железной дороги вы можете видеть там велосипедисты вот вдалеке там велосипедная дорожка люди ездят просто катаются ну и едут очень многие на работу на велосипеде в соседний город что здесь у нас работы конечно мало ну вот так здесь это выглядит а здесь уроки вождения вот пожалуйста и вот поезд мчится двухэтажные видите вот такая красота вот такая красота вот так у меня